Во Львове, похоже, разгорается новый скандал. Все автобусы АТП-1 должны быть арестованы за долги коммунального предприятия. По информации чиновников, пока изъяты 7 машин. Откуда взялся долг и как городские власти собираются решать эту проблему, разбиралась Галина Якушко. Штрафплощадка на окраине города. Здесь находится один из автобусов АТП-1, изъятый правоохранителями. На днях в полицию пришла информация, все автобусы коммунального предприятия в розыске за долги АТП и подлежат аресту. Зупиняю такой транспортный способ, поведомляю водею, что его транспортный способ находится в розыске. Обязательно, чтобы он обратился к своего руководства, поведомился все данные факты. Также он пишет рапорт и говорит, что такой экипаж остановил автобус, который находится в розыске. Все изъятые автобусы должны будут опечатать сотрудники исполнительной службы, а потом продать через специальную электронную систему. Вырученные деньги пойдут на погашение долга. Есть судовое решение, оно должно быть выполнено. Есть борг, он подтвержденный, подтвержденный судом, значит, он должен быть сплачен. Как это коммунальное предприятие будет сплачивать, это никого не хвалит. Есть рухомое майно, сплачивает все рухомое. Есть нерухомое, реализуется нерухомое майно. Долгу АТП появился около 10 лет назад. Накануне чемпионата Европы по футболу городские власти купили у львовского автобусного завода 32 новые машины, все в кредит. А потом передали их АТП номер один. Но спустя некоторое время рассчитываться с заводом власти отказались. Якобы из-за того, что собственник гражданин России. Тогда завод подал в судно АТП. И тот постановил вернуть 27 миллионов гривен, иначе исполнители конфискуют все имущество. А это почти 160 автобусов. Большинство приобрели в последние годы. А долги перед львовским автобусным заводом сегодня говорили на сессии горсовета. Мэр признает, отдавать деньги нужно, но так, чтобы их не получили граждане России. Как это сделать, пока не знает. За бурги нужно платить. Но мы категоричные противники, чтобы платить, хотя бы одна гривня попала кому-то там из российских покупателей. Цего не можно допустить. На раздумья себе и депутатам Садовый дал еще неделю. В следующий четверг на внеочередной сессии обещают окончательно решить этот вопрос. А пока городские чиновники обратились в генпрокуратуру, поскольку уверены, львовский автобусный завод приватизировали незаконно. Глина Якушкин, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер Львов.